Начинаем мы с урока «Настройка состояния». Как вы знаете, что собеседник чувствует нашу энергетику, он ощущает, переживаем мы, спокойны ли мы. И в первую очередь перед выступлением необходимо настроиться, чтобы не сбиться, чтобы выступить продуктивно, эффективно и харизматично. Поэтому давайте сегодня разберем главные тезисы, которые помогут вам настроить хорошее состояние перед выступлением и сразить всех вашей энергетикой. Но сначала о мифах. Первый миф, что страх публичного выступления, второй страх после страха смерти. Это неправда. Объясняю почему. Почему? Потому что человек боится не самого выступления на публике, не факта того, что все, я вышел, я стою, я боюсь. Нет, мы боимся чего? Мы боимся осуждения, мы боимся быть высмеянными, мы боимся быть отвергнутыми, быть непонятыми. То есть мы боимся каких-то последствий. И страх надо конкретизировать, понять, чего именно вы боитесь и какие последствия за собой эти страхи влекут. Следующий миф, что выступление – это от Бога, что ораторами все рождаются, и раз уж я не умею выступать, значит мне не дано. Ни в коем случае так не думаем. Мы все с вами родились с неумением говорить, поэтому, как вы знаете, что ораторами не рождаются, а ими становятся. Выступать могут все абсолютно. Этот навык, который не врожденный, а приобретенный. И причем все могут одинаково запоминающиеся и харизматично выступать. Аудитория настроена враждебно. Это третий миф. Так работает наш мозг. Он нас пытается всячески обезопасить, объяснить нам, ну куда ты, какое выступление, боже мой, сиди, дом, спокойно. Не рыпайся, не расти. Какой масштаб? Он тебе есть, что есть. Едите спать и отдыхай спокойно. Когда мы выходим на сцену, нам кажется, что все хотят над нами посмеяться. Все хотят нас как-то опустить, унизить, чтобы все на нас смотрят с претензией и с ожиданием. Нет, аудитория не настроена враждебно. Аудитория просто спокойна. Она смотрит, она что-то ждет от вас сейчас. Но ни в коем случае не стремится закинуть вас помидорами. Поэтому не переживай. Помните, что никто не желает вам зла. Мы прям перед выступлением садимся, осознаем этот факт, проговариваем, что никто мне зла не желает. Я сейчас выйду, покажу о себе, расскажу о себе. Никто не настроен враждебно, все будет замечательно. Занимаемся здесь самопрограммированием. Следующий важный пункт, его запишите у себя прям на лбу. Зафиксируйте. Никто не в курсе, как должно быть. Никто не знает, как у вас по плану построено выступление. Здесь должен быть слайд 15 или 45. Никто не знает, что вы должны сказать, какой пример привести. А мы своей паникой постоянно показываем, ой, извините, я не то сейчас сказала, сделала. Или начинаем теряться, начинаем замыкаться в себе. И дальше все выступление идет у нас какое-то жобанное, скомканное, непонятное. Не показывайте, что вы ошиблись. Импровизируйте. Никто не знает, как должно быть. Знаете только вы. Только в вашей голове есть какой-то идеальный план, последовательность. Ваша аудитория в неведении. И только вы задаете тон. Как вы покажете, к вам относиться. Если вы акцентируете внимание на ошибке, ее услышат, увидят. Если нет, то нет. Поэтому помните, что никто не в курсе, как должно быть. Не надо стремиться делать идеально. Делайте от души. Я всегда об этом говорю. Поэтому мы так от души плавно перетекли к следующему пункту, что запоминают не технику, а энергетику. Между техничным оратором, у которого четкая дикция, красивый тембр голоса, но у которого ноль энергии и влияния на аудиторию, и оратором, у которого, возможно, есть какие-то дефекты в дикции, картавость, он не так, возможно, выразительный, но у которого есть харизма, энергия, который не зажимается, не боится, а который открыт на 100% и отдает себя аудитории, вот такого оратора запомнит. Поэтому, друзья, безусловно, мы с вами стремимся к идеалу, чтобы у нас была и техника, и энергетика, но всегда лучше делайте акцент на самоощущение, на отдачу. Любите зрителя, любите аудиторию, стремитесь отдать, показать любовь, быть открытым. Не зажимайтесь, это чувствуется. Следующий пункт. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Это круто, что вы ошиблись в выступлении. Для вас это такая возможность колоссальная вырасти, такая возможность вызов себе бросить. Если вдруг вы ошиблись, у вас сломалась презентация, вы совсем не то сказали, вместо того, чтобы краснеть, пошутите шутку, импровизируйте. Скажите, что, ой, друзья, ну вот видите, я так на вас засмотрелась, что ошиблась, что уж теперь делать. Или, знаете, когда я ошибаюсь, случайно, совершенно в каком-то ударении, или у меня есть такая проблема, что я почему-то всегда на сцене говорю, не хотите, а хотите. Честно вам признаюсь, есть такое. Кто был на моих выступлениях, возможно, вы слышали. Я всегда после этой ошибки говорю, господи, позор мне. Аудитория смеется, я расслабляюсь, понимаю, что аудитория хорошо это все воспринимает. Все пошутили, и все едут дальше слушать твое интересное выступление. Не бойтесь быть смешным, не бойтесь быть честным. Открытым. И не бойтесь ошибаться. Лучше выступить на двух-трех выступлениях и посмотреть на свои недочеты, чем каждый раз думать, ой, я недостаточно готов, мне так хорош. Вот здесь, кстати, друзья, другая грань. Если вы абсолютно не готовы к выступлению, если вы понимаете, что у вас дичайший ужас в душе, у вас плохая дикция, тихий голос, у вас постоянно каша в голове, вы абсолютно не знаете, что сказать, не идите на сцену. Вот здесь вот надо понимать, на каком этапе вы находитесь. Если вы совсем у старта на нуле по вашим компетенциям в выступлении, пока не идите. Сначала лучше подшлифуйте свои навыки, компетенции, подготовьтесь, поработайте на дикции, интонации только потом. Почему? Потому что если вы выйдете абсолютно неподготовленными, то для вас это будет дичайший стресс, если это тем более ваш первый опыт, и мозг вам вот очень сильно, чуть ли не навсегда заблокирует, а потом желание выступать. У вас навсегда останется это как какое-то действие, которое вызывает много стресса, оно еще опасное, неприятное и так далее. Поэтому, друзья, важно готовимся к выступлению всегда, работаем над собой. Я, например, выступаю каждый месяц на крупных конференциях, где полторы тысячи человек, но я всегда готовлюсь. И да, меня спрашивают, Мария, ты, наверное, не волнуешься, ты, наверное, выходишь раз-два и ушла. Конечно, нет, конечно, я волнуюсь. Как мне говорил режиссер в театре, когда я играла, я обучалась в школе параллельно, говорит, плохой актер, он не волнуется перед выступлением, хороший волнуется. Почему? Потому что когда у тебя есть легкий мандраж, волнение, ты потом можешь трансформировать это волнение в энергию. Это очень важно. Запомните, друзья, что здесь вы главный. Когда вы выходите на сцену, не аудитория вас ведет, а вы ведете аудиторию. Не аудитория вас сбивает, задает вам вопрос, задает темп, а вы задаете темп аудитории. Сбивайте, если надо. Здесь вы главный. Вы на сцене, на пьедестале, вы выше. Выходите с ощущением, что да, я сейчас покажу, как здесь, что здесь, кто здесь мамка, кто здесь папка, извините, да, как мне здесь надо управлять. Чувствуйте вот в себе это настроение, эту уверенность. Я вам уже говорила, что я тоже переживаю перед выступлением. У меня есть легкий мандраж, но я знаю, что я выйду на сцену, и я растворюсь. Вот эти секунды выхода на сцену, как прыжок с парашютом, знаете, когда ты стоишь, смотришь вниз, не можешь сделать шаг. Потом тебя выталкивает инструктор, ты открываешь, уже раскрываешь парашют, и все, и спокойствие наступило. То же самое и здесь. Наверное, поэтому я парашютный спорт люблю. То же самое и здесь, друзья. На сцену мы идем, нам страшно, переживательно, за ночь, до, мы можем не спать. Мы только делаем шаг на сцену, все. Мы в своей стихии, все в нашей власти. Есть медитация, она начинается с тарифа, говорю на тарифе, говорю на тарифе, владею. Медитация по настройке состояния перед выступлением на публике. Если вдруг еще не слушали, обязательно советую всем. Что еще влияет? Здесь такой сухой, прагматичный подход физический. В каком вы состоянии наиболее продуктивны? Например, я лучше выступаю, когда я голодна. Я это знаю. Мне нужно выспаться, мне нужно быть голодной, мне проще выступать утром и мне проще, наверное, на длинном выступлении. Вы тоже для себя ответьте, в чем я должен быть на выступлении? В кедах мне легче или в туслях? В джинсах или в юбке в классической? Что, как, что влияет на мой комфорт? Может быть, на ваш комфорт влияет то, с утра вы, например, проведете время с семьей или нет? Поцелует ваш муж у вас перед выступлением или нет? Насколько вы голодны? Будете вы пить кофе или нет? То есть, мы обязательно смотрим на состояние, подбираем, осознаем самое продуктивное состояние для нас. Ни в коем случае не пьем алкоголь перед выступлением. После, пожалуйста, хоть упейтесь шампанским, да, нет. Почему? Когда мы пьем, да, у нас пропадает страх, у нас как-то мысль проще льется, барьер пропадает, но мы теряем, инструменты контроля ситуации. Мы не можем уследить за реакцией аудитории, за потоком своих мыслей, за своим тоном голоса и за своей степенью четкости дикции. Поэтому важно запомнить этот пункт. Какие еще есть советы ключевые? Самое главное, настраивайте себя заранее, программируйте, возьмите ваш дневник благодарности, дневник программирования, прочтите, какой вы классный, хороший и замечательный человек, как вас любят люди. Не зубрите текст. Либо оратор ведет бумажку, либо бумажка ведет оратора. Когда вы зазубрили текст, по вам видно, что вы спустящими глазами стоите и что-то рассказываете. Расслабьтесь перед выступлением, примите ванную в ночь перед выступлением, прогуляйтесь, позавтракайте с семьей, послушайте музыку, расслабляющую, любимую, сходите в спа, сделайте то, что успокаивает ваше состояние, дает вам энергию, дает вам ресурс. Пробуйте дыхательные практики. Например, перед выступлением можно подышать, как у нас было в уроке про дыхание. Вдох, выдох, ртом, вдох ртом, выдох ртом. Вспомнили эту практику из урока про дыхание, она же есть в ежедневных упражнениях. Когда мы с вами дышим, по такому принципу мы немножечко расслабляемся, начинается легкое головокружение, вместе с тем у нас обновляются клеточки в крови, и мы с вами чувствуем себя спокойнее и расслабленнее. Позанимайтесь активностью. Например, вы чувствуете, что у вас мандраж, зуб на зуб не попадает, у вас все дрожит, вы переживаете. Сделайте 10 приседаний, только чтобы это не навредило вашему внешнему виду, ни мейкапу, ни образу. Либо делаем упражнения, зажимаем все. Вот мы сидим с вами сейчас на стуле или стоим в кулисах перед выступлением, чувствуем, что нас калаш матит от страха. Мы зажимаем ручки в кулачки, вот так зажимаем плечики, зажимаем бедрышки, зажимаем ягодицы, ноги, и в таком положении зажатого тела сидим с вами сейчас полминутки. Поехали. Отпустили. Такое расслабление, приятное ощущение, легкое покалывание по телу пошло. Мы расслаблены, да, свободны. Вот это упражнение помогает вам сместить фокус внимания на что-то другое. Следующий пункт. Сместите фокус внимания на другое. Например, у вас выступление, позвоните подружке, поговорите с ней, чтобы не волноваться, не думать, не сидеть. Либо сходите, попейте воды, купите себе, я не знаю, там яблочко скушайте, куда-то сместите, чем-то позанимайтесь, чтобы не сидеть и судорожно не думать о том, что вам предстоит выступать. И пейте воду. Важно, пьем воду не холодную, не газированную. Мы перед выступлением не пьем кофе, не пьем алкоголь, мы перед выступлением не пьем чай горячий, мы не едим яйцо, вареное, желток яйца, мы не едим орехи и не едим шоколад. Почему? Потому что все эти продукты неблагоприятно влияют на горлышко, на связки. У нас все хозяйство может здесь застревать и вы будете кашлять во время выступления, что не очень приятно для слушателя. И помните, друзья, что аудитория не будет помнить ваш провал. Ни у кого нет цели прийти домой и сказать «Боже, ты знаешь, такое ужасное выступление было, всем об этом написать, протрезвонить». Нет, человек увидел вашу ошибку, понял, что вы ошиблись и успешно забыл. К сожалению, никто о нас не думает больше, чем мы сами. Нам кажется, что вот все будут про нас думать, говорить. Эх, к сожалению, нет. Только мы себе очень сильно нужны. Поэтому аудитория не будет помнить ваш провал. А вот ваше выступление запоминающееся, выразительное, эксцентричное, яркое, эмоциональное, аудитория, конечно же, запомнит и будет к вам потом подходить и тянуться. Поэтому выбор за вами, друзья, какое состояние вы себе создадите, таким и будет ваше выступление. Поэтому будьте уверены, настраивайте себя и у вас обязательно все получится.